Здравствуйте, меня зовут Андрей, проживаю я по адресу Пионерская 109. У нас из года в год есть одна проблема, проблема с холодным водоснабжением. В 2020 году, по идее, должен был начаться капитальный ремонт труб холодного водоснабжения, ну и горячего. И по какой-то непонятной причине переносится из года в год. На данный момент проблема перенеслась на 2023 год. Сейчас что мы имеем? Практически полное отсутствие водоснабжения на верхних этажах. Проблемы с управляющей компанией, составлено много жалоб, проблема так и не решается у нас. Значит, на данный момент мы имеем воду, идет еле-еле тонкая струйка на пятом этаже в периоды момента с 9 до 5 вечера. После 5 вечера водоснабжение практически отсутствует полностью. Вода идет очень плохо вечером, уже выше третьего этажа. Соседи снизу вообще жалуются, что не могут принять нормально душ, приходится мыться в тазико. Люди стирают по ночам, потому что при данном давлении воды невозможно пользоваться нормально бытовыми приборами. ЖЭК выставляет свою позицию так, что надо, в устной форме заявляет, что надо вам менять трубы. В письменной форме отписываются, что у нас все хорошо. Также в устной форме заявляют, что в 2023 году будут заменить трубы, а до этого терпите до 2023 года. Мне непонятна позиция жилы инспекции, непонятна позиция прокуратуры Волгодонской, непонятна позиция Роспотребнадзора. Конкретно в жалобе указал на данный факт нарушения, что вода идет плохо. По закону, по актам показали, какое должно быть давление воды на пятом этаже. Ни прокуратура, ни жилы инспекция, ни Роспотребнадзор на эту жалобу никак не отреагировали, занимаются какими-то непонятными отписками. Мною будет составлено заявление в Генеральную прокуратуру. На эти организации также я буду подавать в суд на нашу управляющую компанию и добиваться, чтобы восстановили нормальное холодное водоснабжение. И чтобы они предоставляли услуги в полном объеме за те, которые платим мы деньги. Еще у моих соседей в марте месяце у меня и еще у моего соседа потекла крыша. Наибольшей пострадала эта квартира. Половина квартиры осталась без электроснабжения. Проблема с чайкой дом до сих пор не решена. Не устранили ни последствия, не поменяли проводку в данной квартире. То есть жильцы запитываются от соседней комнаты, от розетки.